Вот нам за последние несколько дней нанесли очень чувствительный психологический удар. Здравствуйте, друзья! После разгромного поражения российской армии в Харьковской области на российском телевидении как-то резко изменилась тональность спикеров. Теперь там уже сомневаются в необходимости продолжать войну с Украиной, называют спецоперацию ошибкой и откровенно сомневаются, что у России получится Украину победить. Вот, например, как заговорили теперь на одном из главных российских телеканалов, на канале НТВ. Просто послушайте это и сравните с тем, что они говорили в самом начале вторжения. Люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем. Росгвардия, кадыровцы, все наведут порядок и так далее. Вот эти люди просто подставили всех нас очень сильно. Но эти люди есть, вы уверены. Конечно, есть. Президент же не сам как бы сидел и думал, дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся. Все в Россию попросятся. Кто-то же это ему говорился, в конце концов. Это, между прочим, не какой-то городской сумасшедший, а целый бывший депутат Госдумы Борис Надеждин говорит. Ну, понятно, что он там считается таким полуоппозиционным, но, опять же, очевидно, что никакой реальной оппозиции в России не существует. Настоящая оппозиция сидит давно либо в тюрьме, либо в эмиграции. И, тем более, уж настоящую оппозицию не пускают на федеральный канал НТВ. Если человека пустили в эфир, то это означает, что он пришел не просто так, а ему доверили высказать какой-то месседж. То есть, специально вот ему его пригласили, чтобы он что-то озвучил. И мы слышим, какой месседж он озвучивает. Борис Надеждин озвучивает очень простой месседж о том, что Путина обманули. То есть, Путин не виноват, его просто ввели в заблуждение некие люди, которые вот его убедили начать заведомо проигрышное и провальное вторжение в Украину. Ну, то есть, мы понимаем, да, что он хочет донести, что царь, в общем-то, неплохой. Это все бояре плохие. Но для нас самое важное, конечно, не это, не этот месседж, а, в принципе, тот факт, что, смотрите, в России все больше и больше ширится эта мысль, что война проигрышная, ее не выиграть, ее нужно прекращать. И эта мысль уже открыто звучит на главных телеканалах России. Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да. Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За ритоикой следите. Но как только Борис Надеждин немного увлекается, его, конечно же, тут же одергивают, мол, что вы такое говорите, придержите язык, какая колониальная война, о чем вы. Но это вот как раз тот случай, когда, да, на российском телеканале звучит правда. Эта правда заключается в том, что Россия ведет постыдную, заведомо проигрышную колониальную войну. Это правда колет глаза российским пропагандистам, но еще сильнее они злятся из-за понимания того, что эту войну им не выиграть. Российская армия, там противостоит вообще сильная армия, которая по полной программе поддерживает сильнейшие в экономическом, технологическом отношении государства, Европу, да. В общем, на российском телевидении уже открыто зазвучали призывы к прекращению войны и пониманию ее полной проигрышности и бесперспективности. Полгода назад они и мысли об этом не допускали. Мы слышим, что все идет по плану, но неужели кто-то всерьез верит, что 6 месяцев назад план был, чтобы сейчас мы там оставляли бакалею. И не только бакалею, но еще и кондитерский и даже мясной. Но если серьезно, то мы понимаем, что да, этот человек тоже говорит правду. В России всем становится очевидно, что Путин врет, царь врет, спецоперации не идет по плану, ничего не идет по плану. Россия влезла в заведомо проигрышную историю, с которой просто нет хорошего выхода. Ну а дальше там вообще началась зрада. Еще один эксперт заявил, что вторжение в Украину было просто ошибкой, потому что некоторые эксперты, которые рассказывали, что украинское население только и ждет, когда придет Россия и будет российских военных встречать с цветами, просто обманули. И вот такие вот эксперты, они по сути всю Россию и подставили. Вот был, он и сейчас есть, эксперт, который дословно говорил, что российские военные рискуют погибнуть, зайдя в Одессу, только, значит, от объятий одесситов, влюбленных в русских. Значит, это практически дословно. Случилось то, что случилось после 24 февраля. Мы все понимаем прекрасно, что это не так, что одесситы не хотят обнимать русских военных. И этот же самый эксперт сегодня, вчера, позавчера и завтра на федеральном телеканале говорит, надо идти до конца, надо, надо идти до конца и так далее. Я задаюсь вопросом, если эта экспертиза, этот анализ в первом случае был не просто ошибочен, а, можно сказать, преступно ошибочен, да, катастрофичен, катастрофичен. Почему я должен слушать и прислушиваться к мнению этого же эксперта, который сейчас мне говорит, что нужно идти до конца? А вот просто невероятное. В студию российского ток-шоу пригласили человека с зачатками интеллекта, который через полгода после начала войны все-таки постиг простую мысль о том, что украинцы-то на самом деле, оказывается, существуют. И невозможно убедить нас в том, что нас нет, нет нашего языка, нет нашей культуры, как они пытались сделать все это предыдущие полгода. При этом получился абсолютно обратный эффект у них. И только теперь вот до них стало доходить, что да, похоже, они ошиблись и просчитались. Украинцы все-таки есть, и с этим придется считаться. Что необходимо еще? Чтобы население на местах, люди на местах поддерживали нас, идеологически поддерживали нас. Люди на местах в освобожденных территориях нас поддерживают. И не только на освобожденных территориях. Понимаете, рассказывать, рассказывать украинцам, что их не существует как этноса, как народа, что украинского языка не существует, это не может вызвать их симпатий. Если они считают себя украинцами, то сколько бы им не говорили, там, Холмогорова или какие-то еще, Понимаете, наши люди, что их не существует, говорить человеку, что его нет, отрицать его сам, это значит вызвать его отображение. Ну, если так дальше пойдет, то еще через полгода до них все же дойдет, что надо просто прекратить войну и оставить нас в покое. И другого выхода, в принципе, просто нет. Впрочем, эта мысль, она уже так или иначе, если не прямо, то косвенно звучит в российских эфирах. И в эфире этой программы тоже говорили, что, в общем-то, победить не удастся, а вести вот эту вечную бессмысленную войну просто нет никакого резона. Нам нужно выиграть войну на Украине. Мы должны ликвидировать там нацистский режим, а после этого, кто еще захочет, пусть приходит, и мы с ним поговорим. И сколько лет мы будем это делать, Саша? Сколько надо. Очень хорошо. Сколько надо, столько будет. Спасибо за честное ответ. Потому что это специальная военная операция, которую некоторые, я тоже называю, Великой Отечественной. То есть мои 10-летние дети еще повоевать успеют, правильно я понимаю? В общем, постепенно начинается стадия принятия и стадия осознавания, что Россия влезла в заведомо провальную, позорную историю, из которого нет хорошего выхода, не будет победы. И по итогам вот этой кровавой авантюры Путина Россия получит только позор, проигрыш, колоссальные убытки и колоссальный удар по авторитету. Ничего другого она не получит. Никаких плюсов здесь нет и не будет от слова вообще. То есть то, о чем нормальные люди говорили с самого начала, все разумные люди с самого начала предупреждали, до россиян начинает только сейчас доходить. Мы понимаем, что они очень долго вот такое мнение не пускали в эфир. А теперь, видите, оно стало прорываться. Уже просто настолько это очевидно после провала на Харьковщине, что что-то идет не так. Что уже невозможно просто об этом не говорить. Нельзя это скрывать. И они стали это говорить уже даже в эфирах. Даже в прямых эфирах говорят вот такую крамолу. И, в общем-то, это означает, что, в принципе, уже всем понятно, на самом деле, к чему все идет. Друзья, поделитесь обязательно этим видео. Максимально его распространяйте в соцсетях. Это тоже важно, чтобы люди все понимали, что на самом деле происходит. И подпишитесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что сейчас происходит в Украине. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok